Россия хочет прозрачности от Беларуси, чтобы мы не придумали схемы, как их кидать. Если нет инвестиций, то что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, экономика начнет замедляться. Добрый день, это передача «Умные люди» в студии Ольга Шавела, Андрей Александрович, газета «Беларусы и рынок». В гостях у нас сегодня публицист и экономист Лев Марголин и сопредседатель и директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов. Здравствуйте. Гости нашей передачи получают подписку на газету «Беларусы и рынок», вы тоже подписываетесь. А поговорим мы сегодня о предварительных экономических итогах года и сделаем прогнозы на год будущий. В первом полугодии внутренний валовый продукт Беларуси вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший вклад, более 80% прироста, обеспечила промышленность. В средствах массовой информации это явление назвали белорусским экономическим чудом. Вместе с тем Евразийский банк прогнозирует, что годовая инфляция, вероятнее всего, перешагнет рубеж в 10%. К концу года начнут действовать санкции, введенные странами Запада. Каким был этот год для бизнеса и экономики Беларуси в целом? Что стоит ждать в будущем? Может быть, белорусское экономическое чудо снова повторится? Ведь мировой рынок после пандемии еще восстанавливается. А значит, будет спрос на белорусские товары. Или, может, на помощь придут подписанные 28 союзных программ интеграции с Россией, которые в основном касаются экономики. Об этом и поговорим с экспертами в этом выпуске. Рубрика «Блиц-опрос». Эксперты должны ответить на 5 вопросов, не выходя за рамки 100 секунд. Можно ли 2021 год назвать успешным для экономики Беларуси? Если сравнивать с 2020 годом, то можно. Если сравнивать с предыдущим, то нет. Белорусское экспортное чудо, как его окрестили экономисты, постепенно затухает. Велика ли вероятность его возобновления в следующем году? Нет. Это обычный пузырь, который надулся, постепенно сдуется, и о нем забудут. Как долго будет крепнуть белорусский рубль? Я думаю, что до конца года. Крепнуть вряд ли. Наверное, где-то на данном уровне он будет держаться до конца года. Когда начнут работать санкции, он начнет постепенно ослабеть. Стоит ли ждать в ближайшей перспективе новых кредитов от России? Нет. Были ли за этот год в Беларуси созданы новые механизмы, способствующие экономическому развитию? Не до этого было. Нужно было ситуацию политическую и социальную укреплять. Вы же видите, во всех министерствах постепенно появляются генералы. Стал ли 2021 год для частного бизнеса годом экономического роста? Нет, не стал. Сдерживание и контроль цен в Беларуси пошли на пользу экономике? Я думаю, что нет. Это удерживание воды в решете. Насколько существенной ношей окажутся грядущие налоговые изменения для бизнесменов? Смотря для кого. Для крупного, среднего бизнеса, в общем-то, особо ничего не изменится. А вот для малого, микробизнеса и индивидуальных предпринимателей ситуация очень печальна. Появились ли какие-либо новые проблемы у белорусских предпринимателей? Или наоборот, число проблем уменьшилось? Число проблем всегда достаточно. Я думаю, что, может быть, они и остались на том же уровне, но ряд проблем очень сильно обострились. Будет ли, на ваш взгляд, расти количество индивидуальных предпринимателей и частных компаний в 2022 году? Число индивидуальных предпринимателей, думаю, будет очень сильно падать. Вопрос, увеличится ли число частных компаний, микропредприятий, ну, такой большой вопрос. Возможно, некоторый всплеск произойдет. С остальными малые предприятия, думаю, что продолжат падение. Но, возможно, увеличится число самозанятых. В целом, как вы ожидаете от ситуации? В общем, было раньше много прогнозов, что экономика будет падать в 2021 году. В то же время мы видели, что случился такой экономический бум небольшой. Начал расти белорусский экспорт. И ситуация не так плоха, как предсказывали некоторые экономисты. Почему я считаю, что ничего особенного ждать не приходится? Тут есть три фактора. Первый фактор – это то, что повлекло за собой рост продукции, рост экспорта. Это низкая база начала 2020 года, первая. И второе – это то, что белорусские предприятия работали, 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 несмотря на отсутствие сбыта. Росли остатки на складах, росла дебиторская задолженность. Сейчас, когда по мере убывания ковида начинает инвестиционный рост в соседних странах, усилился рост и на белорусские товары. И это дало возможность вкупе вместе с низкой базой увеличения резкого экспорта и увеличения вала внутреннего продукта. Что касается дальнейшего, вот эти факторы, они сходят на нет. То, что вы называете драйверами в прошлые годы, это были инвестиции. Инвестиции, у нас к ним подход достаточно такой специфический. У нас к инвестициям относят, например, все российские кредиты. А кроме того, есть еще скрытые инвестиции. Это когда нам Россия поставляет энергоресурсы по сниженным по льготным ценам. Всего этого больше уже в таких объемах не будет. Почему? Ну, мировой рынок может продолжать расти. Кредиты Россия будет дальше давать? Не будет Россия давать кредиты дальше, по крайней мере, до проведения референдума. Вот если референдум в феврале действительно пройдет, тогда может быть что-то и увеличится. Хотя тоже я не ожидаю, что это будет большой рост. Почему? Потому что в России прекрасно понимают, что любые средства, выделенные на сегодняшний день Белоруссии, это средства выброшенные, потому что они идут только исключительно на поддержание, как говорят, штанов, на обслуживание и погашение ранее выданных кредитов, а не на какие-то инвестиционные проекты. И даже то, что идет на инвестиционные проекты, мы умудрились и эти деньги куда-то в песок сплавлять. Потому что инвестиции государственные, проекты государственные, никто за них не отвечает. И получается, что цементные заводы мы строим тогда, когда уже спрос на цемент падает. Значит, когда мы начинаем развивать обработку, оказывается, что мы не учли что-то такое самое важное, где обработка тоже не дает прибыли. Сельское хозяйство тоже в этом году не блещет. Вот. Поэтому вот все... Дерево обработка в этом году, наоборот, таким драйвером хорошим является? Безусловно. Но это, опять-таки, эффект низкой базы, эффект возрождения экономики в развитых странах. А почему вы увязываете референдум с экономикой? Ну и раньше референдумы проходили у нас, ну, в общем-то, и выборы проходили, и ничего не менялось. Потому что любые ресурсы, выделенные сегодня Белоруссией, можно считать потерянными. А после референдума? Для России важен транзит власти. Для России нужно, чтобы во главе страны стоял человек, обладающий более-менее легитимностью, с которым можно было бы заключать какие-то договора, не боясь, что эти договора будут, в случае чего, опротестованы в европейских судах с нулевой вероятностью того, что они будут признаны реальными. А после референдума ситуация изменится? Если все пойдет так, как хочет Кремль, то изменится. Если пойдет не так, если Лукашенко удастся провести, как всегда, да, вроде бы референдум прошел, вроде изменения в Конституцию внесены, но фактически ничего не изменилось. Значит, никаких кредитов не будет. Ну, понятно, для промышленности этот год, может быть, был не самым плохим, Виктор, а что касается бизнеса? Ну, для бизнеса по-разному. В целом, то есть примеры, действительно, те, которые в промышленности работали, те, которые имеют положительную динамику. У нас есть предприятия, которые новые направления открывали и все остальное. Есть, понятно, что отрасли, которые стагнировали и в очень тяжелые ситуации попали. Ну, это вот общепит, гостиничный бизнес, малые транспортные компании и прочие другие вопросы. Но, учитывая то, что вот сейчас на первую роль выходит нехватка оборотных средств, то можно сказать, что вот эта вот игра все-таки, она как-то ухудшается. Потому что, если бы действительно была положительная динамика, то, наоборот, бы ситуация финансовая у предприятий улучшалась. А сейчас все больше и больше у членов нашего союза говорят, где взять деньги. А может, у вас есть цифры какие-то? Ну, у каждого они свои, понятно. При официальной инфляции там, условно говоря, менее 10% банковские кредиты, ну, как минимум от 25% выдаются. Спрашивается за счет, чей счет банкет. Понимаете? Понятно, что это и неподъемные деньги, и их крайне сложно взять, кредиты. При этом это еще говорит о том, что банки сами не верят в стабильность. Да. Они говорят, это риски. Это наши риски. Поэтому, извините, вот этих 15% сверху, это насчет того, что вы не вернете. Ну, а как долго будет рубль держаться? Понимаете, валюта – это такой же товар. И товар, который имеет спрос и предложение. Сейчас сложилась такая ситуация с начала года, что предложение валюты было выше, чем спрос на нее. За счет чего? За счет вот этого всплеска экспорта. За счет того, что импорт практически не изменился. И где-то примерно около 2 миллиардов выброшено на рынок валюты. Потом трудовые мигранты, которые резко увеличили свое число и, соответственно, увеличили переводы валюты сюда, в страну. И обнищание народа всего остального, который остался здесь, который раньше был покупателем валюты для того, чтобы сформировать какие-то свои резервы. А сейчас он не то продавец валюты. Потому что просто для того, чтобы попытаться поддержать привычный уровень жизни, люди вынуждены тоже расставаться со своими кубышками. Но это явление очень непродолжительное, потому что импорт и экспорт в ближайшее время сравняются. Увеличатся потребности государства в валюте для обслуживания и погашения кредитов. Если мы за год получили от России почти полтора миллиарда долларов, то на следующие полтора года нам больше, чем 630 миллионов никто не обещает. А это, может быть, еле-еле хватит для того, чтобы обслуживать те же самые российские кредиты. А под что может взять Беларусь новые кредиты? А их негде брать. В России? В России мы берем государственные кредиты. Размещать там какие-то акции, облигации, там любителей тоже вряд ли найдутся. А на Западе, говорят, санкции еще действовать не начали. Но репутация белорусской власти такая, что ни один банк не возьмется за размещение белорусских облигаций. Ни один банк не возьмется за то, чтобы где-то заниматься IPO. Может, опять повезет? Вот МВФ выделил тут грант большой. Может, еще кто-то выделит? Ну, МВФ не грант выделил, он отдал нам наши же деньги с учетом того, что во всем мире COVID-19, пандемия. Но, опять-таки, этому Международному валютному фонду хорошо было бы разобраться, куда эти деньги пошли и куда они пойдут. Они же у нас не пойдут на борьбу с пандемией, потому что у нас ее нет. Ну, вот 4 ноября Лукашенко и Путин подписали интеграционный декрет. Что-то изменится после этого в отношении Белоруссии и России с экономической точки зрения. Может быть, опять же, какие-то новые будут дотации экономические? Я вам напомню, что в 1999 году мы подписали договор о создании союзного государства. И тогда, если вы не помните, я хорошо помню, уже вот-вот витало в воздухе, что через год-через два у нас единая валюта будет. И еще много разных всяких плюшек. Я думаю, что дорожная карта ждет такая же судьба, как и союзное государство. Если Лукашенко удержится в власти, он будет продавать эти карты в розницу по одной за какие-то бонусы, если у него это получится. А вот может быть какая-то серьезная общая макроэкономическая политика без единой валюты? Ну, вот подписали эти карты. Может это как-то работать? Может быть. Безусловно, может быть. Вы обратите внимание, что правительство России подписало решение, постановление свое об другом принципе стратегического управления экономикой. То есть, они взяли курс, условно говоря, макроэкономическое управление и балансировка этих всех подразделений. Это очень серьезная штука. Если у них это получится, а у них есть эксперты, специалисты, нужна политическая воля, то мы можем выиграть в этом. Потому что если Россия сможет сделать так, чтобы увеличить свой потребительский спрос, а ей есть куда увеличивать, то понятно, что в этом можем и мы поучаствовать и получить дивиденды. Под это могут дать и кредиты, и все остальное, когда это все будет завязано. Очень сложно сейчас об этом говорить, но как раз в тех дорожных картах о промышленности они как раз такие вопросы и закладывали, что развитие стратегическое направление, развитие определенных направлений там, где будут участвовать и белорусские, и российские предприятия. Виктор, я вас хотела спросить, а вот унификация или гармонизация налогового кодекса Беларуси-России, это нам плюс или нет? То, что в картах написано, можете на сайте правительства России почитать даже, там речь идет об гармонизации косвенных налогов, это НДС и акцизы. По сути дела, все остальные налоги в сферу договоренности не попадали. Ну, с точки зрения, Россия хочет прозрачности от Беларуси, чтобы мы не придумали схемы, как их кинуть. Вот с этой точки зрения они именно гармонизация и прозрачность. А мы не придумаем? А кто его знает? Умных людей много. Ну, там ведь еще речь шла об общем рынке нефти и газа, это вот тема очень много всплывала в последние месяцы. Будет ли здесь какой-то прогресс? Ну, там сказано, что через полтора года они что-то там наработают. Ну, я согласен с Львом, что через полтора года что-нибудь придумают опять. России-то пока на этой стадии невыгодно. Да, я тоже так думаю, что это России пока невыгодно. А что касается единой валюты, единой денежной системы, то вот опыт Европейского Союза показывает, что это не такой самодавляющий фактор. Потому что жил Европейский Союз много лет без евро, сейчас он живет с евро, но вместе с тем есть страны, в частности Польша, которая не вошла в систему евро. К нам онлайн подключилась академический директор Центра экономических исследований БИРОК Катерина Барнукова. Катерина, поделитесь, пожалуйста, свое мнение о том, как сработала белорусская экономика в 2021 году и как она может сработать в 2022. Ситуация в экономике у нас очень неопределенная. То есть у нас очень много рисков, которые будут определять то, что будет происходить в следующем году. То есть, с одной стороны, понятно, что у нас экономика не может расти быстрее в такой долгосрочной перспективе, чем 1-2%. Это было еще и до политического кризиса. Политический кризис, связанный с ним, инвестиционная и потребительская депрессия, о которой мы очень мало сейчас говорим, но которая есть, она приведет к тому, что темпы роста, в общем-то, будут между нулем и одним процентом, но дальше вступают в игру такие более ситуативные факторы. То есть Беларусь – это открытая экономика. Соответственно, то, что происходит во внешней торговле, имеет для нас огромное значение. В этом во внешней торговле мы выиграли джекпот. Вот экспорт очень существенно вырос за счет этого. Удалось все-таки добиться роста ВВП, несмотря на стагнацию потребления и падение внутренних инвестиций. И большой вопрос, что будет с экспортом дальше, как вообще мировые рынки будут себя вести в следующем году. В зависимости от этого, в общем-то, рост может или подняться с этого интервала между нулем и одним процентом, либо не подняться, если ситуация будет развиваться в положительную сторону. Пока мы видим, что у нас рост замедляется, несмотря на то, что внешние рынки продолжают быть в хорошем состоянии. Поэтому, скорее всего, если учитывать просто эффект внешнего рынка, то рост у нас будет между нулем и единицей процентов. То есть такой каля нуля. Второй фактор неопределенности – это санкции. Мы не знаем, насколько серьезно и в какой момент они начнут работать. Пока все, что было введено, оно имело такой отложенный эффект. То есть те контракты, которые заключены были раньше до введения санкций, они продолжают выполняться. Это дает время, в общем-то, и переориентироваться, и найти какие-то обходные пути. Поэтому насколько санкции будут работоспособны, мы поймем и увидим как раз только в следующем году. И если они будут работоспособны, то мы можем увидеть и экономический спад. Потому что санкции как раз бьют по нашему экспорту, по нашему успеху на внешних рынках. Но, честно говоря, пока я вижу и много оснований считать, что санкции значительного влияния не окажут, и что, возможно, мы вот этот рост около нуля там и удержимся. Что, возможно, значительного эффекта и не будет. Опять же, тут покажет только время, но я бы сказала, что есть риск того, что падение будет, и падение там составит 2-3% от ВВП в следующем году из-за санкций. Ну и что касается других измерений благосостояния, доходы людей вряд ли будут существенно расти, потому что вот этот вот около нулевой, даже в самом положительном сценарии рост, что он не способен сгенерировать роста доходов существенного. Мы уже видим, что рост зарплат приостановился. Скорее всего, это будет такой продолжающийся тренд на следующий год. Вряд ли мы увидим какие-то большие потрясения на валютном рынке. И тут вот важно, опять же, вспомнить про роль России, с которой мы вписали какие-то интеграционные карты, которых еще никто не видел, полностью опубликованными. В общем, из краткого содержания этих карт понятно, что никаких существенных перемен и изменений для нас не будет. Это просто масса технических документов, которые там на будущее обрисовывают всякую гармонизацию, интеграцию. Но подписание этих документов, оно вселяет надежду в то, что Россия будет продолжать поддерживать Беларусь. поддерживать не значит, что будет обеспечивать нам экономический рост, а скорее будет поддерживать Беларусь в том плане, чтобы не позволить какому-то крупному, допустим, валютному кризису случиться. То есть давать ровно столько денег, которых будет достаточно на предотвращение острых кризисов. А что будет с инфляцией? Что будет с инфляцией, это вопрос на миллион долларов, потому что у нас во многом инфляция зависит не только от того, что происходит внутри страны, но и от того, что происходит, опять же, за рубежом. И это справедливо сейчас для всего мира. Рост мировых цен, он везде разогняет рост инфляции. И на данный момент большинство монетарных властей всего мира, они принимают такую позицию, что этот кризис временный, что это временный всплеск роста цен, связанный с постпандемийным восстановлением. Но чем больше времени проходит, тем меньше всем верится в то, что это действительно такой временный шок, который быстро пройдет. Поэтому тут очень сложно предсказывать, остановится ли инфляция. Я думаю, что все-таки с большей вероятностью инфляция все же снизится по сравнению с тем, что мы видим в этом году, практически 10%. В следующем, скорее всего, она будет на несколько процентных пунктов ниже, но 5%, которые мы ставим себе как цель, вряд ли удастся добиться. И тут, опять же, очень многое будет зависеть от международной конъюнктуры, которая, в общем-то, и нам не подвластна, и очень сложно предсказывать. С нами была Катерина Бурнукова, которая поделилась своим мнением по поводу развития экономической ситуации в Беларуси. По поводу новых инструментов о развитии экономики, вот как сказал Лев Марголин, новых, в общем-то, не видно этих инструментов. В то же время появляются старые инструменты под видом новых, то есть, это вот вводятся новые налоги, новые сборы. Насколько это пополнит государственную казну и даст возможность, скажем так, решать насущные экономические проблемы? Даже Министерство финансов говорит о том, что в 2022 году мы будем наблюдать уменьшение поступления налогов от малого бизнеса. Но, возможно, это компенсируется, они там называют цифру до 100-200 миллионов, в последующие годы. Но что будет там через три года, никто толком не знает, понятное дело, какие факторы повлияют на это налогообложение. Поэтому, да, мы пришли к вот такому, знаете, логическому завершению, наверное, подходим своего развития, когда без формирования системного какого-то нового продукта ничего хорошего ждать не придется. Во-первых, монополизация идет в основных отраслях. Во-вторых, потребительский спрос застыл. Ну, если торговля показывает в лучшем случае 0,7% роста, ну, это ни о чем, понимаете. Значит, соответственно, нам нужны новые идеи. В недрах бизнеса общества есть они, и мы активно работаем с Министерством экономики, предлагая их. Но здесь нужна новая свежая кровь, наверное, и нужно очень сильно активно работать. Пока этого не видно, пока вот идет вот действительно, как Лев сказал, значит, удержать ситуацию так, как она есть. Но были ли какие-то действия власти за этот год, которые способствовали улучшению экономики, там, минимизации последствий санкций? Вы можете такие вспомнить? Если они и были, то они были хорошо замаскированы, тщательно замаскированы. А что касается налогообложения, вот очень много в последнее время говорится о том, что вводится налог на недвижимость, и что это как бы чуть ли не панацея от всех бед. Вот только этого нам не хватало. Я так прикинул для себя. У нас в стране где-то примерно 3 миллиона домохозяйств. Из них где-то 2 миллиона в городах живет. Вот буквально вчера прочитал цифру, уже озвученную Министерством по налогам и сборам, о том, что налог новый коснется примерно полтора миллиона квартировладельцев. Вот представьте себе, если полтора миллиона человек заплатит за год в среднем по 50 рублей, это будет сколько? Это будет 75 миллионов рублей. Вот что такое 75 миллионов рублей для бюджета даже такой маленькой среднеевропейской страны, которая является Беларусь? Ничего. Но они же не один этот налог вводят. Вот представьте себе, будет 10 введено таких налогов, и каждый даст по 75 миллионов рублей. Это будет 750 миллионов рублей или примерно 300 миллионов долларов. Это не спасает. Ну, курочка по зернышку. Ну да, на мой взгляд, это просто вот министерства пытаются показать, что они что-то делают. Ну вот изменили налогообложение для ПВТ, да? И вот уже сейчас чиновники рапортовали о том, что доходы от ПВТ они превысили прошлогодние. А позапрошлогодние? Я не знаю. Но прошлогодние, потому что там был ковид, и много других событий. Но они показывают, что вот, смотрите, изменили налоговую систему, и сразу стали больше получать. То есть, может быть, и здесь все поизменяют, сразу будут больше получать. Насколько это отразится, в общем-то? Я думаю, что это все рассчитано на одного получателя информации, который не будет прикидывать, сколько это реально даст бюджет, а который почитает или послушает и скажет, да, молодцы, работают. Вот один придумали налог, вот второй увеличили, вот третьим занялись, работают. Ну вот раньше говорили, что в случае вот этих вот налоговых новаторств, предприниматели, в частности ИП, будут уходить в тень. Насколько велика, на ваш взгляд, эта вероятность? А вы знаете, что очень даже велика. Очень велика. Почему? Потому что в 90-е годы там схема налоговых органов была одна. Ходили, не знаю, там десятки тысяч контролеров по стране. В мое придорожное кафе, рекорд там в 97-м году, значит, пришло шесть проверок за один день. А когда вечером пришел еще ОМОН, то хрупкая девочка закричала, вон отсюда, я уж не могу вас видеть. И они ретировались и ушли, понимаете? Те времена закончились. Очень мало сейчас налоговых органов, рейдовых контролеров. Поэтому они через компьютеры все смотрят. Если человека просто нету поля их зрения, смотреть нечего. Ну, один там, может быть, ходит где-то, но всех отследить невозможно. Или соседи сдадут. Да, ну, если только каким-то образом там попадется. Поэтому либо они вынуждены будут увеличивать серьезно расходы на налоговое администрирование, либо они просто на самом деле эту часть экономики потеряют. Раздел цитатник. Эксперты комментируют заявления, сделанные в белорусских государственных СМИ. Сегодня идет жесткая информационная война в отношении Республики Беларусь. Мы с вами прекрасно видим, какие лживые пропагандистские лозунги и идеи забрасывают политики Евросоюза. Но наша сегодня основная задача – это встать на защиту сложившейся ситуации и показать правдивую картину, что сегодня те методы, которые пытаются под санкциями показать, что сегодня они будут очень влиять на экономику Республики Беларусь и соответствуют действительности. Сегодня Республика Беларусь по полугодию – это 3,3% мы добавили ВВП. Поэтому сегодня мы идем в трудовые коллективы, чтобы ни в коем случае лживая пропаганда не действовала на умы, не попадала в сердца наших людей, наших трудовых коллективов. Они видели реальную картину. Республика Беларусь способна бороться, способна выстоять, и она набирает обороты. Ну, я бы ответил этому депутату, что валовый внутренний продукт за первое полугодие действительно вырос. Ну, во-первых, это только первое полугодие, а цепляр считает по окончанию года. Во-вторых, почему-то они везде стали давать валовый внутренний продукт в текущих ценах. В текущих ценах это значит без учета инфляции. Но инфляция – это не 3%, даже официально она у нас выше. И получается, что если пересчитать текущие цены в сопоставимые цены, так, может, и роста никакого не будет в целом по стране. У каждого своя работа. Я думаю, что определенной группе людей идеологического, как говорится, плана нужно ходить народ, успокаивать. Вопрос другой, что должна быть другая группа, которая должна формировать стратегию и реализовывать планы для того, чтобы реальный рост был, понимаете. Поэтому вот по второму направлению мы значительно слабее работаем, нежели по первому. Чтобы было чем работать в первой группе, надо, чтобы было еще какая-нибудь группа. Беларусь оказалась в числе трех стран Европы и Центральной Азии, где в прошлом году прямые иностранные инвестиции выросли. Во всех остальных странах они упали в среднем на 42% и составили всего 42,4 миллиарда долларов. Это самый низкий уровень за два последних десятилетия. Такие данные приводятся в обзоре Всемирного банка. Приток прямых иностранных инвестиций в Беларусь вырос на 20%, до 1,3 миллиарда долларов. Крупнейшими иностранными инвесторами нашей страны по-прежнему являются Россия и Кипр, на долю которых приходится свыше 58% всех поступивших средств. Вот этот Кипр, такой инвестиционный тигр. Денег некуда ложить. Все в Беларуси, Беларусь. На Кипре лежат белорусские деньги, которые периодически сюда возвращаются. Почему действительно есть разница по прошлому году между Беларусью и другими странами? Потому что мы ведь локдаунов никаких не делали. У нас ведь ковида не было. Мы все работали, ходили на работу и наращивали производство. Отсюда и инвестиции. По большому счету, вот эти вот 1,3 миллиарда долларов, это, конечно, копейки. Для нормального развития страны эта сумма должна была бы быть хотя бы раз в 5 больше. Но по сравнению с предыдущими годами, если есть рост, уже хорошо. Ведь сравнивают не инвестиции на душу населения в сравнении с другими странами, а сравнивают с прошедшими годами. Вот было плохо, стало чуть лучше, уже хорошо. Иностранные инвестиции – это тоже не панацея. В общем-то, есть модели социально-экономического развития, где важную роль могут и внутренние инвестиции сыграть. Но это действительно очень серьезные проекты, которые, к сожалению, не получают развития в нашей стране. Ключевая цель интеграции – повышение благосостояния наших граждан через слаженное развитие экономик Беларуси и России. Именно экономика является определяющим фактором для эффективного развития всех других сфер двустороннего сотрудничества. И в этой области нами уже достигнуто многое. Результатом органичного взаимодополнения экономик стало создание и успешное функционирование 2400 совместных предприятий. Беларусь занимает лидирующие позиции в поставках на российский рынок сельскохозяйственный, и продовольственной продукции, высокотехнологичных машин и оборудования. Около 50% отечественного товарооборота приходится на Российскую Федерацию. Ну, очень показательно, очень показательно. Надо уметь гордиться тем, что имеешь. Вот имеешь Мерседес – гордись Мерседесом. Имеешь Запорожец – гордись Запорожцем. Так и тут. Если бы у нас было не 2400 предприятий совместных, я так понимаю, что это не за год, это, наверное, всего, то мы бы гордимся 2400. Было бы 24 тысячи, мы бы гордились 24 тысячами. Сопоставьте, 2400 совместных предприятий в России и 455 созданных за 9 месяцев только в Польше. А всего за 6 лет, если я не ошибаюсь, где-то примерно раз в 10 больше было создано с участием белорусского капитала. Ну, понимаете, тема инвестиционной среды в Белоруссии, она такая, понимаете, весьма тоже тяжелая, с учетом всех факторов этих. Поэтому дай бог, чтобы они хотя бы удержались, эти 2400 предприятий. А уж создавать условия для бурного развития их – это отдельная большая тема, которую нужно развивать и обсуждать, но вопрос, к сожалению, пока не время. Как мы уже сказали, нужно удержать ситуацию. Поэтому те товарищи, которые руководят, они занимаются этим. Куда получается продавать, туда и продают. С Россией у нас открыта граница, гармонизированы санитарные нормы, стандарты гармонизированы. И понятно, что реально нам намного легче продавать в Россию. В дальние зарубежья там, особенно если рынки большие, на самом деле очень серьезная конкуренция. Мы не очень хорошо умеем торговать, особенно наш государственный сектор в дальнем зарубежье. Поэтому там успехи наши намного скромнее. Конечно, нужно диверсифицировать, и на сегодняшний день даже по этим продуктам питания есть возможности серьезно это сделать. Ну вот нам нужно тогда вместе, как говорится, засучить рукава и этим заниматься. Но для этого нужны другие условия. Налоги, они же касаются не только бизнеса, повышения тарифов, тоже же Белтелеком, повышения там ЖКХ, они касаются всех людей. Вот как ухудшилась, насколько ухудшилась, может быть, улучшилась жизнь белорусов, обычных белорусов за этот год? У нас жизнь белорусов улучшалась вот за последние 25 лет буквально считанные разы. И это было в основном в первом десятилетии 21 века. Больше она не улучшалась, и улучшаться в ближайшее время не будет. Потому что для того, чтобы улучшалась жизнь, должна улучшаться экономика. Если не считать, конечно, тех, кто уехал за границу, вот те, которые не могут уйти в тень, которые не могут стать серым бизнесом, они редислоцируются, они переезжают в Польшу, в Литву, в Россию, там, где можно жить, по крайней мере. Ну, если не очень хорошо, то удовлетворить. Есть масса предприятий, особенно государственных предприятий, так называемых флагманов, где не хватает специалистов уникальных. Ну, то есть на каждом предприятии есть, скажем, наладчик какой-то там техники с числовым программным управлением или еще такое вот что-то, где нужны специалисты. И неважно там этот специалист, каких он будет взглядов, левых, правых, зеленых или бело-красно-белых, но нужен специалист. Конечно, предприятие каким-то образом выходит из положения. Тот специалист, который работает на одном предприятии, он во вторую смену или в выходные дни приходит на другое предприятие, что-то там налаживает. Но это же не приводит к росту экономики. Это не приводит к росту экономики, это вызывает ухудшение качества продукции. Ухудшение качества продукции связано с падением спроса на данную продукцию. Падение спроса связано с падением средней заработной платы на предприятии. И вот такое вот замкнутое колесо получается. Но ведь существенного спада ведь нету, да? То есть наоборот, вот оно экономика показывает прирост постоянный. Значит, в теории мы должны говорить, что жизнь становится лучшей. Знаете, экономика – это паровоз, ну или тепловоз. Это очень инертный предмет. Вот если он разогнался, его остановить очень сложно. И останавливаться он будет еще достаточно долго. И те, кто говорят, что завтра все рухнет и ничего не останется, они неправы. Но, тем не менее, вот это еще одно сравнение с тепловозом. Его надо заправлять. А заправляет его инвестициями. Если нету инвестиций, то что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, экономика начнет замедляться. Какой тормозной путь будет у нашей экономики? Сколько еще мы можем так вот на позитиве оставаться? Очень длинный будет тормозной путь. И тем более тысяча факторов может на это. И ковид, и вот это вот разделение, регионализация могут очень продлить тормозной путь, понимаете, нам. То есть, создать новые шансы и вызовы, когда вот то, что сейчас, смотрите, простая вещь. Из Китая транспортные расходы в три раза там выросли. И в России закрылся главный конкурент нашего, по крайней мере, в стадии банкротства, нашего мотовелозавода. Вот вам шанс. Ну, так вот, смотрите, то, что вы говорите, это очень оптимистично для бизнеса. То есть, еще можно работать... Всегда будут такие случаи. А когда экономика, как говорится, восстановится, то тогда пойдет обратный процесс. Они более конкурентоспособную продукцию попытаются на наш рынок сдвинуть. Все очень многое зависит от разных. Но сейчас мы, поверьте, в такой точке находимся неопределенности, что с большой степенью вероятности сказать, куда пойдет мир, очень сложно. Потому что даже главные идеологи, там, Шваб, там, и прочие разные, говорят, что капитализму в этом мире конец, давайте строить другое. И, в общем-то, там на Западе кое-что делают в этом направлении. И тогда будет другая экономика с другими вызовами и возможностями. Я думаю, что мы до этого конца капитализма не доживем. А что касается нашей экономики, то надо сопоставлять вот эти вот случаи. Конечно, в любой экономике всегда будут положительные примеры. Но если положительных примеров 5, а отрицательных 100, то общий баланс понятен. Вот надо, чтобы было положительных 5, а отрицательных... То есть положительных 100, а отрицательных 5. Вот тогда экономика будет двигаться вперед. Но есть один фактор, о котором мы точно знаем, это санкции. Безусловно. Это вот тот песочек, который сыплет на пути перед нашим этим самым тепловозом, чтобы он быстрее остановился. Когда стоит ожидать первых ласточек от санкций? Ну, они вроде бы в декабре, активная фаза вступает там. Они же постепенно там... Заканчиваются нынешние контракты, а контракты обычно заканчиваются к концу года. Начинаются новые или не начинаются новые из-за санкций. Каким-то образом эти санкции будут обходиться. То есть я бы не сказал, что там сразу 100% все станет. Но это все будет тормозить. То есть новые пакеты будут включаться санкции? И новые пакеты будут включаться в середине месяца. То есть это уже будет, скорее всего, именно по ходу там увидеть? Ну, мы же знаем, что наше руководство не проходит и месяца, чтобы что-нибудь такое не сотворило. Раздел «Прогноз» не погоды. Эксперты делятся своими прогнозами относительно развития ситуации в ближайшем будущем. Я буду счастлив, если в 2022 году наша экономика, ну, по крайней мере, продолжит вот такое вот медленное сползание, а не провалится в какой-то серьезный кризис. Потому что, еще раз повторюсь, если нет инвестиций, нет развития экономики. Внутренние инвестиции, внешние инвестиции. Но инвестиции идут тогда, когда инвестор, он ведь складывает собственные деньги, а не государственные, когда он уверен, что эти деньги будут надежно защищены. К сожалению, мы с вами прекрасно видим, что на сегодняшний момент этого не происходит. Уже вопрос прибыльности, доходности – это вопрос номер два. Вопрос номер один – это защита инвестиций. Нету защиты инвестиций – нет инвестиционного климата. Нету инвестиционного климата – нет развития. Поэтому дай бог, если мы будем просто медленно сползать в будущем году. Я думаю, что в следующем году у нас ждут довольно серьезные вызовы. Прежде всего, то, что рост энергоносителей в Европе, по всему миру происходит, это нам вернется повышением цен на их продукцию, на те же самые, прежде всего, называют продукты питания. Потому что это только кажется, что мы очень независимы. Яйцо мы покупаем для своих цыплят в Польше. Удобрения, премиксы мы покупаем там по всему миру. Из-за этого и в себестоимости нашей продукции очень много. По-разному, конечно, импортной составляющей. Поэтому, понимаете, главная дилемма будет, что при отсутствии вроде бы причин к повышению потребительского спроса мы будем иметь серьезное увеличение цен. В том числе на продукты питания вынуждено. И как бы мы ни держали их, ну, просто физически мы их не сможем удержать. Это была передача «Умные люди». Спасибо нашим гостям. Спасибо нашим зрителям. Пока. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова